Сочинским педагогам есть чем гордиться. Их ученики становятся победителями даже всероссийских конкурсов и олимпиад. Но в образовании остановок нет. Идти все время вперед и вести за собой младших – вот главное предназначение учителя и воспитателя. Насколько правильно вы сможете преподнести, насколько вы раскроете этих молодых людей. Это будущее нашей страны, это будущее не только страны, это будущее и мира. Потому что, обладая знанием, эти люди пойдут дальше. Они станут учеными, станут специалистами в различных областях. Они будут делать открытия. И это все зависит от вас. А началось сегодня пленарное заседание не с отчетов и подведения итогов, а с поздравления шефов. Тех, кто помогает учебным заведениям города обновиться к новому учебному году. Например, только санаторий «Южное взморье» выделил на ремонт детских садов в этом году 700 тысяч рублей. Как отметила начальник управления образования и науки Ольга Медведева, финансирование отрасли образования продолжится и дальше. А значит, будут ремонтироваться и пристраиваться дополнительные помещения к детским садам. Уже к концу этого года появится еще 816 мест в детских дошкольных учреждениях города. 2014 год будет у нас решающим. Планируется к постройке 11 пристроек дошкольным образовательным учреждениям, 9 новых садов и 4 реконструкции имеющихся детских садов с целью увеличения мест. Такого в истории города Сочи не было с начала 80-х годов. С развитием школьной инфраструктуры должно шагать образование и воспитание неразрывно, считает заместитель главы города Ирина Романец. Она и сегодня на пленарном заседании и накануне во время проведения круглого стола в 9-й гимназии говорила о новом взгляде на старые проблемы. Даже там, где великолепные школы, великолепные микрорайоны могут быть, но если будет несколько или один случай социального неблагополучия, это то, что взрывает действительность. И мы точечно, адресно должны работать над этой темой. Сегодня психолого-педагогический центр управления образованием, естественно, совместно с управлением образования подготовили такой замечательный круглый стол, где приняли участие в презентации программы «Я за тебя в ответе». В программе фестиваля запланированы различные мероприятия, дискуссии, проблемно-аналитические и проектировочные семинары, мастер-классы, круглые столы, презентации передового педагогического опыта. Елена Всецна, Борис Осин, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.